Здравствуйте, мои дорогие! На связи Артём Аспер, и сегодня нетипичный для этого канала видос. Обычно здесь появляется музыкальный контент, но год назад на этом канале появилось видео, которое называется «Инстаграм запрещен в РФ». Оно было записано почти спустя месяц после начала войны, и я начал его сегодня пересматривать, и с удивлением обнаружил, что видео выглядит так и звучит так, как будто я записывал его вчера. Практически ничего не изменилось, кроме некоторых существующих реалий, поэтому хочется это прокомментировать. Сейчас там представлена аналитика моя на тот момент ситуации с войной, ситуации с отношением Китая и России, что довольно актуально, учитывая недавний приезд Си Цзиньпиня в Москву. Там немного рассказывается про экономику РФ, про то, как она живет в условиях санкций, и, в общем, видос представляет собой большой интерес в том смысле, что записан он был год назад, но звучит так, как будто был записан, повторюсь, буквально вчера. Поэтому сейчас для тех из вас, кому это интересно, мне хочется посмотреть его вместе с вами, прокомментировать то, что я там говорил год назад, и прокомментировать это в отношении к существующим реалиям вот на данный момент. Поэтому ваше внимание, видео, которое у меня же на канале, его можно найти будет по ссылочке в описании, «Инстаграм запрещен в РФ, санкции снимают, Китай поможет России». Поможет ли? Вот в чем вопрос. Давайте посмотрим. Прошла пара недель с моего последнего ролика на тему военной операции. Я не записывал новые видео, потому что мне не хотелось спекулировать. Здесь есть сразу момент, тогда, когда я записывал этот ролик, за слово «война» в роликах полагалось уголовное ответственность. Сейчас войну можно называть войной, но тогда это было довольно опасно. Поэтому пару, в паре раз здесь я использую иносказательные термины. Во всем остальном, я думаю, актуальность ролика сохраняется. На неопределенности в происходящем. И еще потому, что в конце прошлой недели я поймал информационный перегруз. Думаю, вам это с недавнего времени тоже знакомо. За эту неделю, которую я безуспешно старался игнорировать новости, много чего... Что интересно, информационный перегруз я поймал тоже в марте следующего же года, но сейчас постепенно из него выхожу, что и во многом послужило причиной записи этого ролика сейчас. ...произошло. Много чего, что внесло конкретику в происходящее, изменило мое мнение по отношению к некоторым моментам и, к сожалению, внесло вполне определенные коррективы в наше с вами ближайшее будущее. Инфы в голове столько, что если я выложу это все в одном ролике, то получится, наверное, слишком пестрым. Поэтому я разобью весь материал на два видео. В первом из них, в том, которое вы сейчас смотрите, мы быстро пробежимся по ключевым экономическим... Что интересно, второе видео так и не вышло. Но тогда были такие времена. ...события мира за последние пару недель. Поймем, будет ли дефолт, ждать ли доллар по 400 и на сколько будут расти цены. Ждать ли экономической помощи от Китая. Я немножко напомню, что происходило в тот момент. Тогда очень сильно взлетели цены, которые были привязаны к доллару, в частности, в Озоне, в Яндекс.Маркетинге. Все, что импортировалось, все выросло очень сильно в цене. Еще из-за санкции нам теперь нельзя платить через Apple Pay и оплачивать покупки в App Store и Google Store. Еще нельзя делать покупки на eBay, потому что Visa и MasterCard заблокированы за рубежом. И, похоже, пока что единственного адекватного... Здесь мне хочется обратить ваше внимание на то, что... Вот то, что... Год назад, я повторюсь, было записано это видео. Обратите внимание на то, сколько из этой информации, которую я выкладываю в этом видео, сколько осталось актуальным, актуальной вот до сегодняшнего дня. ...решения этому нет. Но есть варианты. Так что практическую пользу от этих роликов вы тоже получите. Ну а начнем мы с краткого обзора экономики, потому что теперь это касается каждого из нас. Вот смотрите, столько стоил микрофон, который я хотел купить после первого повышения цен. Изначальная цена была 13, а вот его цена теперь. Вот настолько поднялась цена на большинство товаров в онлайн-магазинах, хотя санкции еще толком не успели заработать. И есть весьма и весьма конкретная причина, почему это происходит. И она подсказывает нам, опустятся ли эти цены когда-нибудь. Это мы тоже с вами попробуем разобрать. Вообще, судя по всему, вам понравились мои обзоры в прошлых видео. Я же теперь, знаете ли, тоже своего рода экономист и политолог. Шучу. Нет, считайте, что мы просто сидим в каком-нибудь баре, и я вам пьяный поясняю за то, как работает мир. Так вам будет проще не бомбить от вещей, которые вы неправильно поняли, а мне будет проще доносить до вас информацию. И если вам понравится... Кстати, кто не видел ролики, вот эти тоже, они есть у меня на ютубе, а можно тоже на канале посмотреть. Где-то по поиску... Ну, не по поиску, а просто промотать вниз, где-то до видосов прошлого года, и там вы их найдете. Нравились мои предыдущие ролики, то высоки шансы, что этот вам тоже зайдет. Так что прямо сейчас тыкните лайк, чтобы это видео рекомендовалось большему количеству людей. А вот с этим, кстати, я согласен. Тыкните лайк и подпишитесь, если вы не подписаны на этот канал, случайно на него подписались, потому что периодически здесь такие видосы выходят. И если вы вдруг не подписаны на этот канал, подпишитесь. Это видео также будет рекомендоваться большему количеству пользователей. Давайте распространять адекватную оценку и адекватный анализ происходящего. Помогите мне в этом, пожалуйста. Хоть чует мое сердце блокировка ютуба не за горами, я все равно надеюсь, что этот ролик успеет посмотреть достаточное количество людей. Ну, вот видите, здесь была большая опасность, что ютуб заблокирует, но ютуб так и не заблокировали, об этом мы с вами поговорим. Итак, первая новость, о которой надо сказать, это признание компании Мета экстремистской. Сказать надо не потому, что новость хайповая, а потому что это несет реальную опасность для каждого, кто не успеет прочитать новости и закажет порцию таргета в Инсте. Признание соцсети экстремистской, а следовательно запрещенной в РФ, это совсем не то же самое, что блокировка. Любые финансовые операции с рекламным кабинетом Фейсбука, а через него настраивается и таргет Инсты, могут быть приравнены к финансированию экстремистской организации. Надо сказать, сейчас ситуация попроще, но заказывать рекламу в Инстаграме запретил сам Инстаграм. То есть даже если бы мы очень хотели это сделать, это сейчас не получится, если у тебя нет российской карты. Ну, а если у тебя нет российской карты, то ты, соответственно, не проходишь под юрисдикцией России банковской системы. Поэтому, если вы живете не в России и у вас не российская банковская карта, то заказывать рекламу, я думаю, вполне можно. Со всеми вытекающими. Даже простой пост в Инстаграме может сыграть злую шутку, хотя на этот счет еще будут собираться комитеты. На кончике языка зреет главный вопрос. Отмеет ли запрет, когда накал страсти испадет? Ответ с большой долей вероятности нет. Ну и, как мы видим, запрет так и не отменили. Хотя с Инстаграмом стало свободнее. Даже был какой-то такой вот... Некоторое время назад был такой вайб, что вот-вот блокировку с Инстаграма снимет, потому что это огромное количество бизнесов утянуло на дно. И, в общем, с этого толком никто так и не выбрался. На самом деле мы все еще живем, хотя прошел уже год, все еще живем в этих же условиях. Скорее всего, мета так и останется экстремистской компанией, владеющей экстремистскими соцсетями. Во-первых, накал страстей не спадет еще долго, по причинам, которые, думаю, можно не объяснять. Во-вторых, Роскомнадзору нужно социально веское решение, да, накал страстей так и не спал. ...решение, чтобы отменить запрет. Другое дело, что мы к нему, наверное, чуть побольше привыкли, чем вот в том ролике, который мы сейчас смотрим. Учитывая, насколько в данный момент напряжены отношения между российской властью и компанией Цукерберга, а напряжены они до максимума, Роскомнадзор согласится вернуть институт только при безоговорочном, публичном извинении от мета с полным принятием условий РКН и удалением постов с фейками. Чего мета, кстати, забыл, мета запрещена, запрещена в РФ. Конечно, этого мета никогда не сделает, никогда не удалит эти посты, потому что это будет означать сильнейший репутационный провал перед всем остальным миром. Возможно, РКН надеется на еврейскую жадность Цукерберга, ведь по сути мету лишили аудитории огромной страны, которая генерила тонны контента и заказывала тонны таргет рекламы. И, может быть, Фейсбук запрещен в Российской Федерации, одумается и увидит, сколько денег он недозарабатывает на российских пользователях, приползет на коленях к Роскомнадзору, удалив все плохие посты прорусских военных солдат, но нет, это работает не так. Сейчас... Да, и это до сих пор так не сработало, конечно же, никто никакие посты не удалил, и все осталось, в общем-то, ровно на том же уровне. Репутация намного важнее, чем деньги, и Цукерберг это прекрасно понимает. Пойти на уступки России и начать удалять посты, дискредитирующие российскую армию, означает навлечь на себя гнев всего мира, который действия российской армии решительно и жестоко осуждает. Кроме того, даже если мета запрещена в Российской Федерации, удалит все посты, это вообще не означает разблокировку. Ведь цель Роскомнадзора... Кстати, сейчас не обязательно, я так понимаю, уже говорить о том, что мета запрещена в российской организации и все такое. Но в этом смысле мы наблюдаем сильную ретроспективу к прошлому году, когда, ну, прям, нужно было это говорить. Сейчас уже так не обязательно делать, но тем не менее. Роскомнадзора не запрещать рандомно всех подряд, кто плохо высказывается России. Цель Роскомнадзора — последовательно ограничить российских интернет-пользователей от нерегулируемых массовых источников информации. Современный пользователь берет информацию из нескольких источников. Ютуб, Фейсбук, запрещен... Запрещен, да. Вконтакте, Телеграм. Все это, кроме Телеграма, оснащено... Ну, номинально можно сказать, что Телеграм — это как бы и не соцсеть, а мессенджер. Хотя и с довольно большой претензией на соцсеть. Умной лентой. Что значит, что нейросеть самостоятельно определяет, что вам может быть интересно. И Роскомнадзор никак не может контролировать эту умную ленту. Кроме умной ленты ВКонтакте, но эта соцсеть с самого начала военной операции стала таким источником госпропаганды, что ее впору переименовать во ВКонзагзе. В Телеграм-канал вы можете попасть только по прямой ссылке от вашего блогера, лидера мнений или рекламы в соседнем Телеграм-канале. Поэтому аудитория Телеграма очень разрознена и разбита по локальным каналам. И это очень хорошо для Роскомнадзора, потому что это мешает тому, чтобы в России собралось массовое протестное движение. А вот Ютуб, Фейсбук и Инстаграм представляют для пропаганды прямую угрозу, потому что способны вне всякого контроля Роскомнадзора показывать своим пользователям все, что захотят. Поэтому Роскомнадзор находит поводы их не просто блокировать, а запрещать. Ну, это правда, потому что в Телеграме действительно ты не можешь попасть в Телеграм-канал, если ты не знаешь, куда попадать, если тебе не дали прямую ссылку и так далее. То есть поиска как такового глобального его нет, он есть только по названиям каналов. Ютуб, следующий на очереди, вот увидите. Ну а теперь о других насущных вещах. Помните странную новость от 16 марта? Центробанк должен был выплатить внешний долг в 117 миллионов долларов. И сделать это обязательно в долларах. В противном случае России должны были объявить дефолт. Это такая штука, когда государство больше не способно платить по внешним счетам, потому что в стране закончилась валюта. Сейчас огромное количество валюты уходит на поддержание спецоперации. Российские валютные счета за рубежом заморожены, а наличие... Ну, вот здесь, собственно говоря, я первый и, по-моему, последний раз в этом ролике употребил слово спецоперация. Хотя мы все понимаем, что это война. И сделал это, потому что тогда как раз за называние войну войной как раз-таки была уголовная ответственность. Доллары и евро запрещены к ввозу. В общем, долларов в России осталось мало. И рассчитываться в долларах с зарубежными партнерами Россия больше не может. Ну, вроде как. И тут, 16 марта, Центробанк выдает новость, что, мол, все в порядке, никакого дефолта, мы выплатили все в долларах. Так откуда Центробанк взял доллары, если их настолько очевидно в России нет, что весь мир это видит и говорит о дефолте? И где дефолт? Ведь 16 марта должен был начаться период в 30 дней, после которого Россия объявили бы технический дефолт. Валютные запасы России заморожены за рубежом, поэтому пришлось бы платить рублями. А зарубежные биржи не приняли бы платежи в рублях. И получается, что Россия не выполнила бы долговые обязательства, что, собственно, и есть состояние дефолта. Но, как водится, война войной, а капитализм по расписанию. За рубежом сидят нефинансовые самоубийцы. И получить свои деньги, которые Россия... Что мы, кстати, особенно сильно наблюдаем и сейчас в наше время, да? Когда торговля идет полным ходом. Несмотря на то, что Россия вроде как бэнд от всего мира, но, тем не менее, торговля идет. Даже серый импорт считается. Им должна... Они хотят намного больше, чем мира во всем мире. Поэтому для того, чтобы получить от России деньги подолгу, российские арестованные валютные запасы чуть-чуть приоткрыли. Россия ровно на 117 миллионов долларов. Ровно столько, сколько Россия была должна по облигациям. Следующее погашение долгов предполагается 4 апреля. И нет ни одной причины, по которой кубышечку не приоткроют во второй раз. Так что, с одной стороны, санкции выглядят очень грозно, учитывая, каким монолитом весь мир сплотился против России. С другой стороны, санкции прекрасно гнутся, чтобы Россия могла обеспечить выплату долга иностранным инвесторам. Если вспомнишь, что цель теперешних санкций экономически подавить Россию, чтобы она больше не могла вести войну, то работать эти санкции будут только если все в мире договорятся с Россией не работать. Да, это понесет финансовые потери для всех, но если все в мире договорятся потерять немного денег, но подавить Россию, это сработает. Ну и здесь надо сказать, что в основном, конечно, за этим постепенно последовал и следует IT-сектор, как правило, такой самый-самый, типа прогрессивный. Но все классические бизнесы, даже магазины возвращаются в Россию. Но если кто-то находит лазейки, чтобы не терять деньги и продолжать проводить финансовые операции с Россией, как, например, в случае выплаты этих евробондов, когда иностранные инвесторы, чтобы получить свой долг, ненадолго разблокировали валютные счета России, тогда эффективность этих санкций становится как бы весьма сомнительна. Довольно странно сейчас это слышать, потому что мы совершенно забыли о том, что так действительно происходило. И когда России пытались объявить технический дефолт, действительно, кубышку тогда приоткрыли. И действительно Россия смогла выплатить все деньги. Ну и как мы понимаем, с тех пор ни одной новости про российский дефолт не было. Потому что евробонд до сих пор выплачивается, кубышечку до сих пор приоткрывают. Экономика России хоть и херово, но приспосабливается к тому, что из нее забрали половину всех денег. И учится жить в новых обстоятельствах. Ну то есть Россия сейчас не имеет доступа к половине всего золотовалютного запаса. Поэтому она и не берет его в расчет при выстраивании текущих краткосрочных экономических стратегий. А тут временное открытие валютных счетов для выплаты внешнего долга очень сильно помогает России. Ведь на эту валюту она не особо рассчитывала в своей экономике. И это теперь позволяет не выводить деньги из текущего гособорота, чтобы заплатить по долгам. Это отодвигает дефолт, сохраняет России ресурсы и соответственно продлевает время военного конфликта. О нет, Джонни, я снова выстрелил себе в ногу. Просто удивительно, как сейчас Запад начинает потихоньку всю эту елу с тем, как бы и рыбку съесть и бабки сохранить. Единым фронтом выступаем за экономическую блокаду России. И в то же время соглашаемся на компромиссы, если они нам выгодны. Ну, прям как Оксимирон, который сказал, что не может развлекать людей, пока над Украиной летают российские ракеты. И тут же следом поехал в тур развлекать людей. Но я не могу. Вы тоже чувствуете этот китайский вайб? Очень осторожно, но начинают говорить о том, что Китай... А вы прямо сейчас чувствуете этот китайский вайб, учитывая, что мы записываем этот 26 марта 2023 года, этот ролик. И совсем недавно Си Цзиньпинь приехал вести огромную дружбу с Путиным. Якобы обязательно поможет России в нелегкий час. И Россия открепится от доллара. Проведет дедолларизацию, так сказать. Перейдет... Ох уж эти шутки про дэ что-то там, дэ что-то там цию, которые были так популярны в прошлом году. ...на китайский юань, и у нас снова будет дружная, советская, социалистическая, межрасовая семья. Как в старые добрые времена. Как на том плакате, помните, где два чела, советский и китайский, смотрят в светлое будущее. Короче, если коротко, то нет, так не будет. Китай, Россия не друг, Китай, Россия никак не будет помогать. И не думайте же вы, что мы действительно-таки прям решили скорешиться с Китаем сейчас. Об этом мы еще поговорим, потому что сейчас будет про Китай целый блок в этом видео. Но в целом надо понимать, что тот факт, что мы начали очень дружить с Китаем, далеко не потому, что Китай вдруг проникся братскими чувствами к России. Мешать, правда, тоже не будет. Чем сейчас вызывает у дедушки Байдена лютое... Давайте разберемся, почему и каких шагов от Китая стоит ожидать. Известен тезис о том, что у Китая нет друзей. У Китая есть только интересы. А еще Китай... А еще Китай внезапно стал третьей сверхдержавой мира. И пока что наблюдает за тем, как дерутся первые две. И смотрит, кто сильнее. Вопреки популярному мнению, Россия для Китая не такой уж большой рынок, как нас хотят в этом убедить. Доля России на рынке Китая, по данным Global Times, всего 2%. А доля Китая на российском рынке 18%. России намного больше нужна дружба с Китаем, чем Китаю с Россией. И если Китай будет выбирать между торговыми отношениями с Россией и торговыми отношениями со всем остальным миром, то он не колеблясь выберет весь остальной мир. Но ему не придется выбирать. Только если санкции, направленные на Россию, каким-то образом не коснутся хай-тек рынка. А вот здесь надо сказать, что Китай по-прежнему следует этой логике. И тот факт, что Китай начал очень дружить с Россией, говорит далеко не о том, что, я повторюсь, что Китай проникся братскими чувствами к России. О том, что на данный момент Китаю выгоднее сотрудничать с Россией, потому что конфликт явно затягивается, явно заходит очень далеко. И напряжение в отношениях между США и Китаем сейчас тоже чувствуется и чувствуется очень сильно. Что мы тоже за последние несколько месяцев видим. Потому что у Америки к Китаю начинают копиться претензии. Но Америка сейчас не способна развязать еще один какой-то военный конфликт. В сторону Китая. И Китай этим пользуется. Потому что доля американского рынка в китайской промышленности, вернее, доля Америки в китайском рынке, она очень высока. И у Америки пока что нет выбора. Но в отношении Китая к России и к ситуации в мире заключено кое-что поинтереснее. Китаю максимально выгодна слабая Россия. Российский рынок невелик. Пожалуйста, прошел год. Китай не дергался особо в сторону России весь этот год. Сейчас Россия стала страной изгоя. Все еще, как это было год назад. Но тогда это были вот только-только это все начинало. Сейчас все еще Россия это страна изгоя в мире. Россия ослабла на мировом сообществе. Блин, выдали международный ордер на арест Путина не так давно. И Китай сейчас умело пользуется ситуацией. Потому что у России не осталось других союзников. Весь год Китай смотрел, с кем же Россия будет дружить. Ну и особо там Иран, еще пару стран. Это все мелочи. Там можно торговать по поводу вооружения и прочего-прочего. Но крупного партнера в торговле у России нет. И вот поэтому сейчас Китай, понимая это, приезжает в Россию, я имею в виду Синдзенпиня, и выдвигает свои условия. Потому что у России сейчас не особо много выбора. А энергоресурсы, которые Россия поставляет Китаю, не закрывают каких-то ее сильно значимых потребностей. Теоретически Китай вполне мог бы обойтись без российских энергоресурсов. Экономически слабая Россия позволит Китаю манипулировать ценой на российскую энергию. Потому что, повторюсь, уже сейчас России намного важнее продать Китаю энергию, чем Китаю, купить ее у России. А России сейчас, соответственно, намного выгоднее получить себе хоть какого-то союзника во всей этой истории, чем выдвинуть адекватные и полезные для России торговые условия. Чем умело и пользуется Китай, повторюсь. То есть, то, о чем говорится в этом видео, которое было записано год назад, сейчас все то же самое, но только это все еще больше возросло. Учитывая, в какой фарш превратилась российская экономика, Китай уже потихоньку начинает считать Россию большим и почти бесплатным сырьевым придатком. Впору переименовываться в российскую китайскую провинцию. Ну, конечно, этого Россия не допустит пока. Но надо сказать, что Китай все еще в этом убежден. Китай умеет играть в долгосрок. У Китая было 30 лет для того, чтобы понять, что нужно уметь ждать. И Китай умело подождал год, прежде чем приехать с дружественной улыбкой в Россию и такой типа давайте дружить наконец-то теперь. У Си Цинпиния и Путина сходятся взгляды на то, на какие сферы влияния должен быть разделен мир. Китай берет под экономический контроль Восточную Азию, Америка, американские континенты и Австралию. А Россия, будучи единственной европейской сверхдержавой, обеспечивает себе долгожданную безопасность на европейском континенте. И здесь, кстати, тоже важный момент, потому что Россия действительно сейчас нуждается в безопасности. В том, чтобы никто не претендовал на ее территорию, в том, чтобы никто не претендовал на ее кусок пирога, так что называется. И, опять же, повторюсь, Китай очень вовремя, вдруг Си Цинпинь очень вовремя решил налазить, очень вовремя для Китая, разумеется, очень вовремя решил налазить дружеские отношения с Россией. Да, и Африка такая, эй, ну а мы, вы вообще-то отсюда все произошли, можно нам тоже как-нибудь в ваш многополярный мир. Вообще, как так получилось, что в какой-то момент на Африку вообще все положили болт? С тех пор, как Британия дала африканским колониям независимость, никто больше не пытался же прибрать к рукам целый континент. Тем более, что Африка не особо умеет самостоятельность. Африка такая в 1960-м, мы хотим независимости, Африка будет свободной! Все такие, окей. Нет, про Африку будет свободной. Лозунг «Африка будет свободной» очень смешно. Потом, вжух, 2011-й, Африка такая, ой, нет, мы голодаем, у нас засуха, а Британия больше не дает нам денег на еду. Все такие, блин, Африка, ну отвянь, у нас тут такое... Африка, ты сейчас умрешь. У нас тут на настоящем континенте премьер-министр, который был президентом, снова идет в президенты. А президент, который до этого был премьер-министром, снова идет в премьер-министры. Вот за этим реально интересно наблюдать, интереснее точно, чем за вами. Вон белорусы у себя весь год празднуют год предприимчивости, идите научитесь у них чему-нибудь. Короче, да. У Путина и Си довольно схожие представления о том, как делить планету на троих. То есть получается вот такой вот многополитет. Это правда. У Си и Путина действительно схожие представления по поводу того, как именно им вести международную политику. Но Си дождался очень удобного момента, когда у России нет таких ресурсов, чтобы это делать. Чтобы быть равноценным партнером Китая. Потому что, ну согласитесь, сейчас у России намного меньше преимущественно на международном поле, чем у Китая. Так что, кажется, у Китая есть запасной план, который касается не многополярного мира, а двуполярного мира. Многополярный мир. Три главные державы, которые строгой, но справедливой рукой правят каждый своим участком земного шара и живут в мире и согласии. Путин даже говорил такую фразу, мы все должны на своем месте ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведен, и тогда мы добьемся успеха. То есть его приверженность вот этому многополярного, идее многополярного мира вполне прослеживается. Но все карты, как вы уже поняли, вечно путает самая хитрая крыса на свете. США. Кто-то, надеюсь, сейчас, вот сейчас уже, когда прошел целый год, и мы уже, и уже США не скрывает свою поддержку Украины, поставку вооружений и прочее, прочее. Надеюсь, сейчас и понятны экономические преимущества того, что она это делает для США. Ну, то, как она думает. Сейчас-то, может, наверное, не будем спорить, что США очень хитрая крыса. В комментах просто назвал их самой хитрой крысой. И я здесь хочу сразу обозначить, да, то есть я не... Вы же видите, что я не пропагандирую здесь ни российскую, ни украинскую сторону. Я здесь скорее наблюдаю за тем, как Китай ловко захватывает бразды влияния на это все. И как она... Она же не идет в... Китай же не идет в открытую конфронтацию с США. Нет. А Китай дождался, пока Россия немножко ослабнет, потому что слабая Россия — это хороший союзник для Китая. Потому что Китай и США все еще как находились, так они и находятся. С тех пор, как Китай стал большой-большой гегемонией, одной из... Ну, с претензией на, скажем так, то Китай находится в открытой... Не в открытой, в закрытой, но конфронтации с США. И сейчас у Китая появляется значительно более, чем год назад, слабый союзник, который ненавидит США всем сердцем. Выводы сделаете сами или нужно разжевать? На свете мне очень понравилось. Напомнило школьный математический стишок. Бесектриса — это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Только наша крыса — это такая хитрая крыса, которой, по сути, вообще особо нечего делать на евразийском континенте. Просто она очень боится, что в Евразии появится вторая гегемония и составит ей конкуренцию. Поэтому эта крыска бегает по углам и делит страны пополам. Но не уследила за Китаем. Они делали слишком дешевые зарядки для айфонов и, упс, вторая гегемония! Причем социалистическая, что вообще противоречит логике США. Зато Россия — это уже не СССР, а послабее. Зато не противоречит логике России, которая в целом... Ребята, пожалуйста, приходите, дружите, приходите, торгуйте. Правда, в России уже, повторюсь, понимают, что на таких выгодных условиях сотрудничать с Китаем, как это было год назад, уже не получится. Поэтому, собственно, в общем... Напомните, когда-нибудь было такое, что вся Москва гудела от того, что приезжает Си Цзиньпинь? Да мы же встречали его, как... Везде висели баннеры. Великому Си Цзиньпиню добро пожаловать в Россию. Ну, когда-нибудь такое было. Обычно же это были простые деловые, обычные деловые встречи. А сейчас такое ощущение, что нам приехала суперзвезда. Почему такая честь оказана Си Цзиньпинью, хотя такой честью, со всеми этими баннерами и всем прочим, никогда не оказывалась в целом, наверное, годов из 90-х, когда к нам кто-то приезжал. И вот на фоне этого всего, плюс ослабление на фоне военного конфликта, Китаем потихонечку Россия перестает восприниматься, как равная по силе сверхдержава, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я напоминаю, ролик был записан год назад. Сейчас все то же самое, но просто х5, как минимум. Но если в двух словах, то нам пиздец. Нас пытаются убедить в том, что текущий кризис не настолько страшен, как в 98-м, потому что у россиян якобы ниже госдолг, в 98-м в стране было меньше денег, но давайте обратимся к цифрам. 15 августа 98-го года курс доллара составлял 6,3 рубля. Здесь я перепутал, не 6, а 9 рублей. Бахнул дефолт, и 1 сентября курс доллара стал 93 рубля. То есть курс доллара вырос на 67,7% за 15 дней. 24 февраля этого года курс был равен 84,95 рублей. Через 15 дней, 11 марта, 133 рубля, 63,8%. То есть, как мы видим, в этот раз национальная валюта упала как минимум так же, как в 98-м. Ну, соответственно, если учитывать, что я ошибся, и был не 6, а 9, курс был не 6, а 9, то проценты, ну, прям становятся еще более схожими. Плюс-минус 5%. Но только вот в 98-м году Россию не ненавидел весь мир. Она не была для всего мирового рынка страной нон-грата и изгоем. Русских за границей не ненавидели по факту их национальности. И миллионы людей не желали России смерти. Кризис 98-го года стал результатом непрофессионализма. Мне прям удивительно, что вот этот ролик был снят год назад, правда. Потому что сейчас уже немножко стерлись все воспоминания годичной давности. И сейчас кажется, что вот все было настолько неочевидно, и что такую аналитику нельзя было провести. Хотя это очень, то, что в этом ролике, это очень поверхностная аналитика. Я не профессионал ни в экономике, ни в политике, ни в чем таком. Это просто то, что было на поверхности. И просто удивительно, насколько вот эта тенденция сохранилась. Насколько ничего не изменилось за год. И только вот отдельно моментами оно усугубилось. Руководство и Центробанка. И Россия смогла довольно быстро из него выбраться. А вот в этот раз обстоятельства, из-за которых Россия угодила в кризис, радикально другие. Все будет еще хуже. И хуже намного. Но здесь надо отдать должное. Намного хуже не стало. Стало хуже, но не намного. И я ожидал тогда, год назад, я ожидал, конечно, более стремительного падения. Но российская экономика оказалась намного сильнее, чем, в общем-то, мы всем предполагали. Что хорошо, разумеется, для людей, которые внутри страны живут. Но это не значит, что вот это, знаете, все равно же экономика истощается. И сравним еще через годик, да, что с ней будет. Здесь есть, конечно, серьезные опасения. Но в любом случае я рад, что я все еще могу записывать спустя год эти ролики вот здесь, сидя у себя на студии, а не где-нибудь в пещере. Хотя бы так. Сейчас перебрасывается со всем миром ответными санкциями. И такого запаса у нее очень много. Вспомните Северную Корею. Абсолютно изолированная от внешнего мира страна. Где политика вот такого вот постепенного отрезания мира и отдельной страны друг от друга и закручивания гаек. Привела к тому, что нам всем интересно смотреть передачи про Северную Корею. Но никто, никто из вас ни при каких обстоятельствах не хотел бы там жить. Давайте поговорим про Северную Корею буквально две минуты. Вернее, про сравнение. Короче, год назад, когда я писал этот ролик, сравнения с Северной Кореей, они были из разряда таких меметичных. Типа, ага, прикол, да, мы превращаемся в Северную Корею. Сейчас, учитывая количество запретов, учитывая, что можно, что нельзя, согласитесь, мы уже как-то посерьезки немножко приблизились к похожим вайбам. Как минимум, потому что у нас, благодаря блокировке западных соцсетей, благодаря блокировке Фейсбука, Инстаграма, и что очень сильно повлияло на количество людей, которые туда заходят, Благодаря ограничению, многих либеральных блогеров признали инагентами, YouTube, несмотря на поддержку либеральной стороны, вернее, скорее, такой прозападной стороны, он все равно начал сносить каналы, а те, кому снесли канал, начали сносить каналы тем, кто говорил, что надо снести каналы. Короче, началась эта взаимная блокировка. Все это, плюс информационная блокада, привела к тому, что у нас поддержка войны, поддержка президента доросла до небывалых значений, и это уже, наверное, первый раз за долгое время практически ненарисованные цифры. Поэтому мы вот к этому культу правительства потихоньку приближаемся. И вот это, наверное, действительно роднит то, что происходит с такими странами, как Северная Корея. Ну, я не знаю, что вы думаете об этом в комментариях. Напишите, пожалуйста. Сейчас, глядя на окружающее, я, несмотря на то, что привык трезво смотреть на вещи, думаю, ну, может, нас пронесет, может быть, будет лучше, может быть, неполный пиздец, но факты говорят о том, что все только начинается. Санкции в большинстве своем еще даже не начали работать в полную силу. Продукты и товары, которые вы сейчас покупаете по завышенным ценам, это те продукты и товары, которые все еще были куплены у поставщиков по старым ценам. То есть повышение цены в магазинах типа Озона или Яндекс.Маркета искусственно. Ну, вот это было, да, что цены повысились очень сильно, но при этом это все еще было из старых запасов. То есть не то, что поставщики там закупали уже по новым ценам и продавали по завышенным, ну, по высоким, вернее, нет. Бизнесмены, которые продают свои товары там на Wildberries, на Яндекс.Маркете, на Wildberries в меньшей степени, потому что в основном российское производство, вернее, российские, ну, короче, вы поняли, на Wildberries это не так сильно повлияло. На Озоне Яндекс.Маркете вот эти вот зарубежные товары, которые поставлялись, они все еще были на складах, но бизнесмены типа просчитали, что, скорее всего, доллар еще поднимется. Он не поднялся, потому что Центробанк России очень умело сработал, за что до сих пор респектуется БРФ, за то, что они очень умело этот дефолт, который должен был быть, да, и вот этот кризис цен, они смазали этот пик и на протяжении нескольких месяцев плавно из него выходили. Поэтому это не так сильно почувствовалось. Это почувствовалось, ну, потом уже в долгосроге, потому что цены, очевидно, поднялись у нас, но вот этого суперпика такого не было, кроме вот этого одного пика, когда бизнесмены такие, бля, наверное, доллар еще сильнее поднимется, поэтому давайте-ка мы взвинтим цены в три раза. Они это сделали, но это быстро исправилось достаточно. Здесь надо дать должное тому, как работает Центробанк Российской Федерации. Здесь в очередной раз я поражен тому, как они, потому что для них это тоже было неожиданностью, я поражен тому, как Центробанк РФ сработал тогда. Это было, это, 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 это был мощный, короче, мощная работа ЦБ РФ, но Россия славилась всегда тем, что она умеет с экономикой обращаться. Для тех, ну, вы поняли, да, в государственных масштабах, не в масштабах людей, типа нас с вами, а в государственных масштабах, ЦБ РФ очень умеет хорошо обращаться с деньгами. Туда была добавлена предполагаемая будущая стоимость закупки новой партии. В Озоне многие товары стали стоить в три раза дороже, а доллар пока что вырос только в полтора. Но бизнесмены не дураки, бизнесмены просчитывают, и самый трэш начнется, но начнется чуть позже. Начнется, когда товары на складах закончатся, производственные цепочки нарушатся. Ну, а вот здесь я не учел факт серого импорта, параллельного импорта, как его называют, потому что здесь довольно быстро, торговля довольно быстро сообразила, потому что был опыт уже торговли там в 90-х, таким образом, довольно быстро сообразила, как через близлежащие страны к РФ граничащие, как налаживать параллельный импорт. Поэтому это то, чего я не учел тогда, и то, о чем я не знал, честно говоря, год назад, о том, что у нас, ну, в общем-то, развито у предпринимателей в России, развито понимание того, какие обходные пути искать, и они их нашли, нашли быстро, поэтому через параллельный импорт у нас все еще, все завозится, и все есть, и более того, вот сейчас записывали, может быть, кто-то это будет смотреть потом через год, но вот пока что, год спустя, после вот этого ролика, то бишь в марте 23-го года, пока что ассортимент товаров не пострадал ни на сколько, и во многом это благодаря тому, что предприниматели умудрились наладить параллельный импорт. И вот этой штуки я в этом тезисе не учел. Условно говоря, сейчас блокада России длится не так долго, и рынок все еще выезжает на товарных запасах. Но запасы скоро закончатся, а отмены санкций не будет. Да, если кто-то из вас вдруг думает, что на Россию просто временно наложили торговые запреты, и как только ситуация чуть поуляжется, запреты снимут, то нет, не снимут. Наложить санкции можно быстро, а вот снять их — это очень долгий процесс, и он очень-очень долго запускается, долго растягивается, может, на десятилетие. Поэтому нет, нет. Прошел год, ни одной санкции пока не сняли. Нет. Уход иностранных компаний с российского рынка — это вполне продуманное решение. Нам говорят, ну и хули. А это было непродуманное решение со стороны многих иностранных компаний, потому что часть из них спустя некоторое время поняли, какой огромный рынок они теряют, и постепенно под разными именами они возвращаются в Россию. Поэтому это было скорее поддержать на мировом уровне общую репутацию. Но теперь мы знаем, что КРРР — это нынче КРОП. Что там еще есть? Тоже напишите в комментариях, какие новые названия магазинов соответствуют старым брендам. Потому что я лично всю одежду, которую я покупаю в тех магазинах, которые ушли с рынка, по-прежнему покупаю их в России. Просто магазин по-другому называется. А так даже торговые точки те же остались. Не жалко. Пусть уходят, мы тут создадим свои производственные цепочки. Создадим, да. Но не сразу. Дороже. На это нужны деньги, ресурсы, кадры. Медведь. Привет, ВАЗ! Что там в Тольятти? Я очень люблю Тольятти. Я там был несколько раз с концертами. И в Тольятти находится завод ВАЗ, который обещал начать выпускать всякие классные машины. Как дела? Вроде как же начали. Я пока не очень пристально за этим слежу. Но сначала я помнил, что спустя, наверное, полгода после того, как я записывал этот ролик, ВАЗ начали выпускать новые машины без подушек безопасности. Но потом, правда, исправились. Потом, правда, то ли откуда-то поставляют, то ли научились делать. Но, короче, здесь опять же надо понимать, что Китай, который вдруг пришел в самый кризисный момент для России, когда вся война застопорилась, у Украины нет ресурсов, чтобы начать контрнаступление, у России нет ресурсов, чтобы продавливать дальше. Все вот в стагнации. Китай выждал довольно большое количество времени, увидел, что все это будет в тенденции продолжаться. А у России есть возможность поставлять России, вернее, у Китая есть возможность поставлять России все необходимые ресурсы для того, чтобы в производстве все было хорошо. И машины, и там все остальное. И, понятное дело, здесь в очередной раз возвращаемся вот к тому тезису, который я озвучивал ранее, что сейчас Китай приехал на своих условиях в Россию, потому что у России особо выбора нет. Параллельный импорт всего не наладишь, запчасти такое себе не наладишь. Российская промышленность столкнулась с огромным количеством дефицита в запчастях для производства. И Китай пришел такой, типа, давайте, только цены будут наши. Ну вот ситуация выглядит так. Опять же, если вы что-то знаете об этом более конкретное, пишите в комментариях. Петев сказал, что Макдональдс не жалко, ведь в России умеют делать булки с котлетами. Умеют, да, но не умеют делать их так дешево. Нет таких технологий. Нам говорят, что мы не будем скучать по иностранным компаниям, но мы будем по ним скучать. Здесь, кстати, я тоже, наверное, чуть-чуть... Ну, тогда было сложно ошибиться или не ошибиться, потому что тогда еще не было, когда я записывал этот ролик, еще не было вкусные точки, потому что я не знал, что они, компании, которые уходят, они оставят все производство. То есть сейчас вкусные точки производят продукцию, которая продавалась в Макдональдс, на том же производстве, с тем же персоналом, практически по тем же рецептам. Только чуть-чуть поставщики поменялись. Но в целом вкусные точки удалось сохранить примерно те же цены. Они чуть-чуть стали дороже, качество продукта не изменилось. Хотя об этом тоже личное мнение, тоже об этом можно в комментариях написать. Ну, как по мне, я не любитель Макдональдса, но когда я туда приходил несколько раз, я сильно разницы не заметил, честно говоря. И в ценах, ну, там, типа на 10-20% стало дороже, что, наверное, нормально, учитывая, что сеть «Вкусные.точка» имеет намного меньше точек, чем Макдональдс. Вот, поэтому, знаете, типа, чем больше точек, тем дешевле ты можешь сделать производство. Не производство, вернее, а продажа. Но, учитывая, что «Вкусные.точка» как сеть быстрого питания, она не такая большая, разумеется, как Макдональдс, поэтому, наверное, цены немножко выше. Но в целом я как бы не особо заметил разницу. И пока что это не особо чувствуется, потому что, повторюсь, у рынка еще есть запас товаров. Вот, например, я купил сегодня себе этот замечательный дорогой микрофон. Таких в музыкальном магазине осталось всего три штуки. А потом, вполне возможно, очередной пакет санкций ограничит импорт иностранных товаров, и таких микрофонов в России больше не будет. Ну, вот здесь, опять же, параллельный импорт. Помог, и микрофоны все еще в продажу. Мне самому кажется немного диким, что я записываю ролик на такие темы, как о чем-то реальном, о том, что вот прямо сейчас с нами происходит. С 24 февраля. Да, согласитесь, а сейчас, спустя год, мы к этому так привыкли, что ты смотришь этот ролик такой, типа, ну, вроде да, вроде чел говорит по делу. Чел, я. Говорит по делу. Вроде как, вот, вот, ролик, согласитесь, как-то до боли актуально звучит сейчас. Такое ощущение, что вот я смотрю ролик какого-то блогера, который был записан буквально на днях. Ну, там, с огрехами по времени, понятное дело, да, с какими-то вот конкретными там вещами. Ну, типа, это не какой-то ролик из ретро, там, из ретроспективы, не какой-то ролик, там, многолетней давности. Нет, это то, что с нами происходило всего год назад. И в целом все то же самое с нами происходит сейчас. Прошел почти месяц, и ощущение сюрреализма до сих пор не отступило. Хотя... Кстати, у вас как, ощущение сюрреализма происходящего отступило или нет? Тоже вот выскажите мысль в комментариях. Казалось бы, уже пора. Или вы привыкли, вот прямо к тому, что нормально адаптировались, привыкли. Это, кстати, правда важно, но мы об этом поговорим буквально через полминут, когда вот это видео закончится. Ориентироваться в новых реалиях. В итоге, в связи со всеми вышеназванными вещами, у типичного среднестатистического гражданина возникает много весьма насущных вопросов. Где хранить деньги? Где брать деньги? Как платить за приложение в Google Pay и Apple Pay? Стоит ли заводить себе китайский Union Pay? Работает ли Киви? Как вообще планировать ежедневную деятельность с учетом постоянно меняющихся обстоятельств? Обратите внимание, что по ряду косвенных факторов мы вполне можем судить, что обстоятельства, в которые нас поместили, не рассматриваются правительством как временные. Никто не говорит, что это временно. И, кстати, вот это ощущение оправдалось, потому что до сих пор такого нет. Мы все понимаем, что мы будем в этих реалиях жить еще долгое время. И здесь нам не соврали. Действительно, не рассматривались все эти меры и все, что происходит, как временные. И вот, видите, за год мы потихонечку к этому как-то и привыкли. Что сейчас все наладится. Нет, нас довольно молчаливо готовят к тому, что реалии, в которых в данный момент живет весь мир, вполне себе надолго. И тогда мы еще не чувствовали, что эта война превращается в затяжную войну. Сейчас мы понимаем, что война превращается в затяжную. Россия пытается сделать войну на истощение по довольно очевидным причинам, как мне кажется. Но тогда это не чувствовалось. Тогда прошло меньше месяца войны. Когда они хотели взять Киев за три дня, и прошел месяц, и не было особо подвижек, тогда было ощущение, что они хотят тянуть в долгу. Сейчас мы понимаем все, наверное, что это будет игра в долгую. И, ну, собственно, наверное, по этой причине толком ничего с момента записи этого ролика не изменило себя. Поэтому пора адаптироваться. В следующем разговорном видео, которое выйдет, я надеюсь, в субботу, мы поговорим с вами о сиюминутных проблемах, с которыми каждый из нас сталкивается. И о лайфхаках, которые могут помочь их решить. Нам нужно научиться обходить некоторые существующие ограничения. Так что в субботу поговорим с вами о том, как правильно уходить в подполье. В четверг вас ждет небольшая музыкальная злободневная шутка от меня. И заходите ко мне на стримы на Твиче в среду, пятницу и воскресенье в 20.00 по московскому времени. А на сегодня я с вами прощаюсь. Поддержите ролик лайком, если он вам понравился. Пока. Ну что ж, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу ролика. Кстати, стримы по средам, пятницам и воскресеньям в 20.00 не изменились. Вы можете найти ссылочку тоже в описании и заходить ко мне на стримы, где мы можем тоже с вами об этом поговорить, если захотите. Напишите, адаптировались ли вы, что вы думаете по этому поводу. Вообще, в целом, ваши мысли по поводу этого ролика очень будут интересны, потому что я сам с удивлением сегодня обнаружил, насколько злободневно ролик, записанный год назад, звучит сейчас. Поэтому очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Внимательно прочитаю каждый ваш комментарий. На многие из них постараюсь ответить. Жду вашей реакции. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Подпишитесь на Телеграм. Там я часто высказываю мысли. И по этому поводу, и не только по этому поводу. Ссылочки все в описании. Ну и если вам понравилось видео, поставьте лайк, для того, чтобы оно рекомендовалось большему количеству людей. Будем с вами на связи. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok